Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И спасибо, что смотрите это видео. Сегодня будет обзор на очень интересный парфюм, который называется Агент Провокатор. Вот так выглядит коробочка. Если вам интересно, если вы хотите послушать мое мнение об этом парфюме, то оставайтесь со мной. Итак, сегодня речь пойдет о парфюме Агент Провокатор. Вот так выглядит коробочка. По-моему, довольно лаконично. Очень мне нравится. У меня здесь 30 мл, и это парфюмированная вода. Единственное, что мне не нравится в этой упаковке, видите, у меня уже здесь порвалось, потому что очень сложно вытащить сам флакон. Приходится как-то так ухитриться, чтобы его оттуда достать. Но в целом очень красивая затея, задумка. Итак, собственно, как выглядит сам флакон, я думаю, всем уже известно. Вот такое красивое, не знаю, яйцо, на мой взгляд, это какой-то вообще символ бесконечности, в то же время начало чего-то. Вот. И такая ленточка черная здесь убирается. И, собственно, можно пользоваться этим парфюмом. Я его с удовольствием на себя нанесу, чтобы еще раз им подышать лишний раз, насладиться этим ароматом. Что я могу вам сказать? Этот аромат очень сложный в описании. То есть это... Ну, для меня он вообще похож на Сесли, на Эдесуар, например. Что-то вот похожее. Мне кажется, что это база. Вот именно амбра и мускус, вот эта чувственность его, вот такая глубина, и такой он, не знаю, он такой накатывающий на тебя, не знаю, как прибой. Вот это вот что-то общее между ними в этом есть. Но все-таки агент-провокатор по посылу своему, который он несет, это совершенно нечто другое. Так, что касается пирамидки аромата, вот сколько я смотрела вариантов на разных сайтах, и везде она абсолютно разная, везде как-то все это перепутано. Возможно, действительно, в этом аромате сложно разобрать, где верхние ноты, где база, где сердце, потому что это очень такой сложный... Ну, я не могу назвать это компот, это эликсир, скорее, чем компот, потому что это совершенно не ягодки, не цветочки. В то же время это не то, что прям такой древесный запах, хотя здесь есть кедр. Вообще, вообще не подойдет девочкам вот с цветочками там, таким легким, воздушным, нежным, ранимым, романтичным. Абсолютно нет. Если романтичным, то в другом как бы варианте, в варианте какой-то вечерней, густой романтики, свидания, свеч, приватного какого-то ужина, немножко приглушенного света, тогда да, если романтику вот в этом плане воспринимать. Конечно, романт не для девочек, а для женщин, это 100%. Он должен действительно провоцировать, и он это делает 100%. Все-таки я прочту пирамиду, которую я, одну из многих, которую я нашла. Верх – это Витивер, Гардене, Жасмин и Роза. Я не знаю, что туда описывать. Роза, она всегда роза, хоть какая бы она ни была. Всегда это нежность, это женственность, это чувственность. Но в данном эликсире эта роза скорее страсть лично для меня. Сердце этого аромата – это Шафран и Магнолия, и база – это, как я уже сказала, Амбра, Мускус и Кедр. Вообще удивительный, конечно, парфюм, удивительный аромат, заслуживающий внимания всех любителей парфюмов. Это 100%, потому что это нечто вообще уникальное, ни на что не похожее. Не знаю, ну, редкое для меня. Пользоваться им каждый день я, возможно, точно не вижу, поскольку это аромат, ну, не просто для вечернего настроения или там какого-то торжественного для вручения диплома. Он вряд ли подойдет, только если вы не планируете соблазнить профессора, который вам вручает этот диплом. Это аромат для соблазнительниц, и он скорее для свиданий, для, я не знаю, ну, в общем, вот для каких-то таких... В общем, для интимного времяпрепровождения, поскольку это абсолютный аромат афродизиак. Если выбирать аромат, подходящий к трилогии 50 оттенков серого, то это будет агент-провокатор, это 100%. То есть есть куча других таких интересных сексуальных ароматов. Например, Нарчеса Родригес есть у меня, он тоже ужасно чувственный, но я могу его и днем нанести, и просто... он просто вызывает в тебе эмоции флирта, хочется со всеми флиртовать. Здесь уже другое, здесь реальная провокация, то есть тут нет какого-то флирта, который ничем не закончится. Этот аромат изысканный, он тонкий, он очень роскошный. Он какой-то неизбежный, потому что он очень долго держится, и мне безумно нравится. Он уже потом, через много часов, часов через восемь, вот то, что остается на коже, это просто потрясающий эликсир. И вот, ну, я не знаю, это... это то, что побуждает какую-то просто животную страсть. Вообще парфюм просто замечательный, мне безумно нравится упаковка, это... я не знаю, можно придумать все, что угодно. Это может быть граната, это может быть, не знаю, яйцо, это может быть просто такая какая-то подретро-бутылочка, которой еще не хватает распрыскивателя и так далее. Очень красивый, очень элегантный, заставляет он всех встрепенуться. Я не говорю, что он всем нравится, сто процентов нет, но этот парфюм никого не оставляет равнодушным. Он либо нравится, то есть его человек либо может пережить, либо он категорически не нравится, и он душит. Конечно, для лета, наверное, в офисе коллеги вряд ли оценят такую вашу невероятную сексуальность, наполненность таким парфюмом. Мне кажется, что это даже смешно, надевать его в офис, это как-то, я не знаю. Громкий и иногда даже очень громкий, поскольку... Ну, я не думаю, что он всем понравится, его надо точно пробовать и не один раз, потому что... Ну, я на себе вообще его хорошо воспринимаю, особенно так же, как в случае с Эдесуар. Вот мне надо, что прошло хотя бы полчаса, и вот тогда мне уже становится хорошо. А когда он вообще уже практически исчезает с кожей, вот вы уже трудно почувствовать. Это вообще потрясающе просто, это для меня идеально. Им надо пользоваться исключительно в микроскопических дозах, то есть, опять-таки, брызгать его куда-то вверх и подходить под это облако, потому что точечно это подобно, не знаю, какому-то артиллерийскому обстрелу, поскольку это реально выносит мозг. Особенно если вот близко к носу сюда брызгать, это очень мощно. Один раз и вот просто подойти под это облако, это более чем достаточно, это будет очень таким удачным завершением вашего образа. Но я считаю, что этому аромату надо соответствовать. Это не просто так одеть толстовку джинсы, кроссовки, взять пластиковую китайскую сумку, сбегать в коном за молоком и набрызгать за этим парфюмом. Я же, ну, все понимают, да, о чем идет речь, это не тот вариант. Это иногда, это редко, это совсем по чуть-чуть, ну, не знаю, может быть, в отпуске, где-то на берегу океана, может быть, не знаю. В общем, этот парфюм для меня, конечно, загадка, я не уверена, что я когда-то смогу его разгадать. У меня к нему, да, любовь 100%, то есть сразу, как я его попробовала, мне очень надо, мне очень нравится, мне очень с ним хорошо, мне очень с ним красиво. Я не думаю, что этот аромат понравится всем, но он и не для всех. И я считаю, что это вообще такой селектив, ну, не знаю, это не то, что должно там массово как-то продаваться, как, там, не знаю, Жадор или Лави Эбель, я очень извиняюсь, ну, я просто привожу примеры, то, что, например, Жадор нравится, ну, практически всем, очень мало людей, кому не нравится Жадор, например, или Лави Эбель. Это можно пользоваться на каждый день, это можно поправлять на себе 5 раз в день, это может быть с вами абсолютно в любой жизненной ситуации, этот парфюм нет, он для любой жизненной ситуации может не подойти. В общем, очень интересный, очень рекомендую всем его попробовать, я так рада, что он у меня просто в коллекции, я буду пользоваться им пусть 2 раза в год, но это будет невероятное удовольствие, ну, вообще, ну, неповторимый вообще аромат, я просто рада, что я его знаю, что я его ни с кем и ни с чем не спутаю, что вот эта красота у меня есть, и все, очень-очень рада, очень довольна, обожаю нежный, женственный, чувственный, очень страстный, очень эротический, настоящий аромат Афродизиак, супер, просто-просто супер. Такое вот было видео, напишите мне в комментариях, есть ли у вас этот парфюм, нравится ли вам его аромат, спасибо большое всем за просмотр, до новых встреч, пока-пока.